Прямо сейчас приводят в порядок и один из старейших ледоколов в мире, который находится в Иркутске. Он уже 30 лет не видел капитального ремонта. В этом году, наконец, были выделены средства на реконструкцию легендарного судна «Ангара». Уникальность работ в том, что будет воссоздан исторический облик корабля. Все подробности в сюжете Юлия Шенгарюк. Легендарное судно раздевают, то есть снимают с него старую потрескавшуюся краску. Так как объем работ большой, используют специальный пескоструйный метод. За два месяца рабочие зачистят всю верхнюю палубу, а затем снова покрасят. Долгожданный ремонт иркутского ледокола «Ангара» идет уже неделю. Корабль-музей закрыт для посетителей. В первую очередь подрядчик приведет в порядок именно шлюпочную палубу. Работы много. Порядка 2500 квадратных метров. Это достаточно большой объем. Тут немного осложняется конструкцией. То есть, что это не сплошная стена, а именно сложность конструкции. То есть, есть высотные работы. На этом работы не закончатся, ведь ремонт капитальный. Специалисты также реконструируют лестницу, которая ведет на верхнюю палубу. А еще обновят коммуникации. Но задача не только привести ледокол в порядок, но и воссоздать исторический облик корабля. В том числе в каютах восстановят интерьерное убранство. При подготовке к работам использовались и старинные чертежи. Будет полностью восстановлена деревянная рубка. То есть, в данный момент у нас рубка выполнена из стали. Исторически она была деревянной. Также палуба раньше была она деревянная, сейчас палуба стальная. Последний ремонт, по нашим сведениям, капитальный, именно проводился на ледоколе 30 лет назад. То есть, в момент, когда ледокол был поставлен на личную стоянку здесь, возле района Солнечной. Тогда-то корабль и стал музеем. И с тех пор ледокол видел только косметический ремонт. На проведении капитальной реконструкции из областной казны выделили более 6 миллионов рублей. Освоить эти средства, то есть завершить работы, специалисты должны к концу ноября. Но для посетителей ледокол частично может открыться уже 30 июня. Поэтому скоро жители города и его гости смогут вновь оценить мощь одного из самых старых сохранившихся ледоколов в мире. В котором, между прочим, до наших дней в рабочем состоянии сохранились двигатель и машинное отделение. Юлия Шенкарюк, Новости по будням.